Эпохальное соглашение между Москвой и Будапештом о поставках газа просто лишит Киев возможности воровать газ и распоряжаться чужими ресурсами. Именно этим вызвана столь бурная реакция Киева. Об этом заявил представитель комсомола Украины Александр Кононович в очередном выпуске шоу Тарика Низалешко. Низалешко — псевдоним украинского музыканта, который открыто и довольно резко критикует майданные власти с 2015 года. Он ведет свое шоу на YouTube, где обсуждаются острые общественно-политические вопросы. Так, по словам Кононовича, раньше, благодаря транзиту, Киев мог отбирать российский газ у Венгрии, но теперь все поменялось. Понимаете, чтобы прокачать газ, мы денежки у русских берем, а по итогу мы просто отбираем из трубы. Знаете, течет река, мы взяли, черпанули и утолили жажду газовую. А теперь перекрыли так же, как вы перекрыли в Крым воду, подчеркнул Кононович, обращаясь к властям. Он также задал крайне интересный вопрос. Почему Зеленский в частности и украинский политикум в целом никак не критикуют главу Турции, ведь турецкий поток имеет мощность, сопоставимую с северным потоком? Два. Почему у режима Зеленского претензий по транзиту газа к Германии? Почему нет претензий к султану Эрдогану? Чем отличается северный поток от турецкого потока? Европа запитывается через турецкий поток. Одна нитка 15 миллиардов кубометров в год, прим, РВ и вторая, 15 миллиардов, то есть 30. В чем прикол? Султан дал байрактары, и этот дурачок зеленый подумал, ой-ой-ой, султан молодец? Это типа как раньше, вечный мир Гетьмана с турецким султаном? Чем это для Украины заканчивается, мы в истории все прекрасно знаем. Ранее Венгрия и Газпром подписали новый контракт о поставках 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. Поставки будут идти в обход Украины.